Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Я виновата перед молодым человеком. Измены и что-то в этом плане не было, просто на работе посмеялась с мужчиной, он это увидел. Сказал, что я предательный, что он меня не простит за это, даже если я встану перед ним на коленях. Сегодня он меня готов простить, и даже будут отношения лучше, чем были, доверять отношению к нему, для этого мне нужно встать на коленях и попросить у него прощения. Для меня это самоуничтожение, его люблю, он любит, не знаю как быть. Вы знаете, аноним, я скажу вам такую страшную, может быть, вещь, но я тоже не знаю, как вам быть, ну, в том смысле, что несколько так, амплифицируя ситуацию, я бы сказал, что, ну, любите, если любите, как вы говорите, если он любит, как вы говорите, то, ну, что, вставайте на коленях. Какой еще выход? Потому что в моей парадигме, мне кажется, в парадигме любого психолога, раз вы обращаетесь к нам, та ситуация, которая происходит, она не нормальна, в принципе. Она напоминает, ну, во-первых, манипуляцию, во-вторых, отсутствие доверия, в-третьих, созависимость, то есть, ну, в смысле вашу эмоциональную зависимость, точнее, от человека. И, в-четвертых, некоторую вашу наивность, потому что, доверие в отношениях не зависит от действия, конкретного действия партнера. Доверие в отношениях зависит от того, как человек сам себя воспринимает и как человек сам к себе относится. Доверие, доверие зависит от этого, доверие не зависит от того, встанете вы на колени и так далее. Вот. Дальше, с точки зрения моей, теперь уже, я бы сказал, что вы не случайно чувствуете вину, это первое. Чувствование вины, как правило, связано с нарушением личных границ. Иными словами, ваш молодой человек, ваши границы, скорее всего, нарушает. Отсюда вы чувствуете вину. То, что у вас возникли мысли об измене, тоже такой, довольно интересный факт. То, что у вас возникли мысли об измене, тоже не случайно. То есть, очевидно, что с ним в отношениях вы чувствуете себя не свободно. Это также требует своего корректирования, если вы не хотите, чтобы ситуация как-то усугубилась, скажем так. И, наконец, то, что вы посмеялись, ну, с мужчиной, да? И вот, за что вы себя, ну, за что вы себя вините. В этом нет ничего плохого. Но, вы в этом видите какой-то негатив. И вот это необходимо также поисследовать. Вот. То есть, как так получается, да, что вроде бы вы не делаете ничего такого, в то же время потом себя вините. Отношения, где есть условия, ультиматумы и манипуляции, являются дисфункциональными и деструктивными по своей сути. Их необходимо корректировать, чтобы вам сохранить свое психологическое и ментальное здоровье. В первую очередь я работал самооценкой и страхом одиночества, например. То есть, вот я бы так бы вам сказал. Понимаете, да? Вот, пожалуй, такой ответ я бы мог вам дать. Иными словами, вы спрашиваете, вы спрашиваете, что делать? Что делать, чтобы что? Вы чего хотите-то в итоге? Вот, на эти вопросы постарайтесь ответить. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго удачи. Обращайтесь за помощью. Вам это обязательно пригодится. Всего вам самого-самого хорошего.